Ну что, друзья, продолжаю рассказывать про скальпинг, и очень приятно, конечно, всегда рассказывать о том, как быстро можно легко заработать. Прямо вообще вот это вот такие штуки, когда удается заработать, очень приятно рассказывать. Но так бывает далеко не всегда, и на самом деле мы учимся на ошибках. Сейчас я покажу, вот как я занимался скальпингом, смотрите внимательно. И внимательно, конечно же, надо учиться на ошибках, лучше учиться на чужих ошибках. Здесь была серия сделок, когда я зарабатывал деньги, потом спускал, зарабатывал, спускал, зарабатывал, спускал. В результате я заработал за день где-то в районе 5 тысяч, но не обольчайтесь, потому что начало вечерней сессии эти 5 тысяч точно так же нефть пошла вверх и обманула мои ожидания. И в общем-то за день я ничего не заработал. А вы после того, как посмотрели, напишите, пожалуйста, что я делал не так, по вашему предположению, что надо было сделать не так, мне просто будет интересно, у меня есть свои мысли по этому поводу. Ну а сейчас давайте посмотрим, что же я делал. Смотрите, торгую нефтью, поставил стоп-лимит вот здесь на 20 лотов. И поставил заявку на покупку, на продажу на 20 лотов вот здесь, потому что пик, ожидаю отскока. Вот, и это стоп-заявка, если вдруг пойдет в нефть, если пойдет вверх, если пробьет вот этот вот уровень сопротивления. Соответственно, сейчас буду ставить стоп-заявку на тейк-профит. Тейк-профит на покупку. Вот таким образом. Да, отмена на всякий случай. Если меньше, либо равно 73.60. Поставим здесь. Ну и так же здесь поставим 73.90. Нет. 87, предположим. Вот, и здесь поставим... 73.95. 75. Собственно говоря, 20 штук. Вот, так, значит, да, все правильно. Так, здесь я его немножечко подвину вот сюда. Вот, смотрите, что у меня получилось. У меня здесь стоит фактически две заявки стоп-лимит. Одна заявка закроет вот это. То есть, если пошла вверх. И вторая заявка купит еще 20 лотов нефти в лонг, потому что пробило и ожидается сильное движение вверх. Вот, вот эта заявка стоит надолго, а вот эта заявка быстренькая. И вот заявка тейк-профит. Ну, она здесь почему? Потому что ленты Бойлинджера чуть выше, чем ленты Бойлинджера поставил, потому что дальше она пойдет вниз, если то будет как трейлинг стоп работать. Вот такая нехитрая история. Ну, вот, смотрите, прошло немножечко времени. Сейчас 11.07. Посмотрите, вот она заявочка, которая была. Значит, нефть опускалась. Здесь сработала тейк-профит. Значит, нефть ушла ниже, потом поднялась. И вот здесь сработала зафиксирована прибыль. Зафиксирована прибыль. Я продал 20 лотов, то есть 200 баррелей, и купил 200 баррелей назад. Купил я их по 73.67, продал по 73.85. 85 минус 67, сейчас я посчитаю. 0.18. Значит, 0.18 пунктов я умножаю. 0.18 пунктов умножаем на 10 баррелей. Умножаем на 20 лотов и умножаем на 73.5 рубля за доллар. Равно 2646 рублей. Вот такие денежки заработались. Начало периода 10.20. Сделка совершена. Сделка совершена. Ну, примерно в 10.35. Сколько прошло времени? 15 минут. Вот, такое дело. Значит, сейчас я ставлю заявку на покупку, наверное. Так, ставим заявочку на покупку. Так, сейчас я посмотрю, что у нас здесь. Так, ну да, наверное, здесь можно и купить где-нибудь. Вот, новая стоп-заявка. Давайте мы поставим на покупку те же самые 20 лотов. Меньше, чем 73.65. Пусть будет так. 0.01, значит. Здесь по-прежнему ставлю те же самые параметры. Так, здесь не так важно. Здесь, если цена больше, либо равно. 73.87. 73.87. Это уже на случай, если сработает стоп-заявка, которую мы еще не поставили. 74. Так, все, выставляем заявочку. Вот она, она уже рассчитывается на покупку. Все, цена пойдет вверх. И тогда сработает заявка на покупку. То есть я считаю, что она пойдет вверх после этого. Вот, и, соответственно, ставлю, после того, как она сработает, ставлю заявку на продажу. Даже если она не сработает, то мы продадим тоже 20 лотов. Вот, смотрите, что я делаю. 20 лотов. Я буду продавать их по 73.80. Продажа. До отмены. 73.82 поставим. Так, те же самые параметры. Те же самые параметры. Если цена меньше, либо равно. Ну, значит, вот здесь где-то. 73.30 поставим. 73.30. 73.20. Итак, проверяем внимательно. Значит, смотрите, продажа. 73.82, это понятно. Значит, 73.30. 73.20. 20 лотов до отмены. Все хорошо. Выставляем заявочку. Вот, мы выставили заявочку. Все, если цена вырастет, то, значит, пойдет заявочка на продажу. Вот здесь вот я немножечко опять подниму. Так, да, это я изменил заявочку. Так, 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 так. Ну, все, значит, если... Так, а вот здесь у меня что у меня? Вот он у меня один тейк-профит на покупку. И вот он другой тейк-профит на покупку. Ну, давайте я его опущу еще пониже. На всякий случай вот так. То есть, в принципе, он здесь не принципиальный, но это тейк-профит вот от этой заявки, от верхней. Сейчас рассчитывается другая. Вот, собственно говоря, смотрим. Сейчас она должна сработать на покупку, потому что покупка рассчитывается уже, и как только пойдет вверх... Вот у меня, смотрим, ситуация здесь. Low 73.60. Как только 73.70 пересечет, она купится. Смотрите, как интересно. Она не сработала. Стоп-заявка. Вот она, стоп-заявка, тейк-профит вот здесь купить. Значит, она опустилась, потом поднялась, до 70 не дошла, пошла вниз и сработала вот здесь. То есть, заявка сработала сильно лучше, чем могла бы сработать. Все, вот сейчас она только что купилась. Время засекаем. 11.17. Теперь что я делаю дальше? Теперь дальше я беру, значит, ограничиваю убытки. То есть, я уже знаю, что она сработала вот здесь. Все, я ограничиваю убытки. Может быть, пониже все-таки вот здесь, потому что она может уйти ниже. Вот так. И ставлю тейк-профит на продажу вот здесь, 73.75. На всякий случай, если это будет нисходящий тренд. Все. Значит, у меня куплено 73.63. Значит, если 75, то я наверняка в прибыли. И, значит, там чем выше, тем лучше. Вот. Ну, и сейчас у меня убытки. Вот, видите, да? Купил здесь, и она пошла вниз. Ничего страшного. Все, отключаюсь. И до следующего включения. Посмотрите, что произошло спустя какое-то время. Вот мы здесь купили, но нефть пошла вниз резко, и вот здесь сработал стоп. И я думаю, что мы потеряли на этом все, что заработали. Так, здесь 44, здесь 63. Да, мы потеряли все, что заработали вот здесь. Вот здесь мы заработали, здесь ровно столько же потеряли. Так бывает. Слишком рано поставили тейк-профит на покупку, на самом деле. Ничего страшного, делаем снова тейк-профит на покупку. Так, покупка. 20. 73.40. Да пусть будет 55. 01. Так. Больше либо равно. 73.87. Да блин, что ж такое-то? 73. 87. 74. До отмены. Поехали. Так. Все, она должна быть выставлена. Так, где она? Вот рассчитывается, все встали на расчет. Вот. Теперь будем ставить на продажу заявочку. Сейчас она должна сработать где-то здесь. Так, будем ставить заявочку на продажу. Все тоже самое. Скучнейшее занятие, на самом деле. Да блин. Что ж такое? Так, если меньше, либо равно. Почему она не сработает? Так, 7. Так, ну пока я выставлял, видим, что заявка на покупку сработала. Вот сейчас у нас куплено 20 лотов. Соответственно, пошли отбивать то, что было потеряно. Так, заявочку на стоп. Вот сюда вот двигаем. Вот так. Давайте посмотрим, что у нас на получасовом таймфрейме будет. На получасовом мы находимся в боковике, поэтому вот то, что я сейчас делаю, именно для боковика и работает исключительно. Вот так. Можно поднять стоп-лимит, чтобы уже не потерять здесь деньги. Вряд ли она уже опустится вниз. Вот. То есть, смотрите, я поставил стоп-лимит на продажу вот здесь. То есть, я уже не потеряю, то есть, я уже в безубытке фактически по текущей заявке. Ну, предыдущие, да, 2 тысячи я профукал. Вот. Ну, вот смотрите, спустя какое-то время пересекли уже стоп-заявку на продажу. Сейчас стоп-заявка на продажу рассчитывается и спокойно ждем. То есть, я сейчас в прибыли вот здесь, то есть, уже по суммарно, вот, по трем заявкам я уже в прибыли. Сейчас просто ждем, пока она сработает. Наблюдаем. Так, хай 76. На 76, значит, на 66 она вот здесь сработает при текущем состоянии. Вот, смотрите, я могу для наглядности нарисовать прямоугольничек. Вот он. Вот такой прямоугольничек, 76, 66, вот так. Вот. Как только она пересчет нижнюю часть прямоугольничка, прямоугольничек соответствует вот здесь, вот, смотрите, вот здесь вот, раз, вот она вот. Как только она выйдет за нижнюю часть прямоугольничка, она продастся. Смотрите, что сейчас будет. Вот. 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 Это то, что я рассказываю людям на курсе биржи для чайников Как установить, как все это работает Сейчас я об этом подробно не буду говорить Если вас интересует курс биржи для чайников Именно для вас Кстати, я его сейчас перезаписываю Ну, планирую, по крайней мере, перезаписать Он будет в новом формате В очень интересном Это будет в виде диалогов и коротких видео Ну вот, пока внутри этого квадратика ничего не происходит Пересчет нижнюю грань И сработает заявка на продажу Если пересчет верхнюю грань, то значит просто верхнюю грань надо будет поднимать Ну вот, посмотрите, спустя какое-то время Он так и не пробил нижнюю границу, но зато пробил верхнюю Сейчас я поднимаю вот этот прямоугольничек Вот сюда Максимум уже 73.78 Значит, вот на 73.68 сработает А заявочка стояла на 73.69 Ну вот, через какое-то время мы видим, что он дальше Продолжает подниматься Поднимаем прямоугольничек Все Уже мы наверняка продадим лучше, чем мы рассчитывали А если рванет вверх, так вообще круто Ну вот, все работала с тобой заявка на продажу Зафиксировалась прибыль Сейчас я буду продавать Те же самые 20 лотов Вот, поставил заявку на продажу Она еще пока активна Все рассчитывается, все нормально Пока здесь Уже здесь И выставляю заявку на покупку 73.60 Принято Продолжение следует... Все Сработала заявочка на продажу Мы видим Здесь у меня стоит опционная стратегия Поэтому Вариационная маржа меняется Немножечко по-другому Потому что Работают еще опционы Которые В общем-то Давайте посмотрим Без фьючерса Опционная стратегия выглядит вот так То есть у меня дельта плюс 4.78 Поэтому когда я покупаю У меня Увеличивается дельта А когда я продаю Вот сейчас продано у меня Дельта минус 15 То есть Как бы продано В настоящий момент 15 фьючерсов 15,22 фьючерсов А не 20 Ну как бы Опционная стратегия Она сама собой Просто стоит на месте Никуда не делается А я сейчас Просто скайпингом Немножечко добиваю Ну просто от ничего делать Как бы Как семечки Как бы Лузгаем Вот в ожидании того Что что-то изменится Потому что изменится По нефти Ситуация когда Ну Как минимум Лондон должен открыться А потом Нью-Йорк Лондон я думаю Что уже открылся Но видите Активность Очень небольшая Здесь Боковой тренд Поэтому просто баловство Вот такое Пока нечего делать Можно развлекаться Сколько угодно на самом деле Ну и при этом Зарабатывать денежки На текущий момент Уже Ну 2000 где-то заработалось Вот Ну нефть пошла Вверх Вот после того Как я его продал Пошла вверх Я решил что она пойдет вниз Поставил здесь заявочку Еще 20 штук Решил ускориться Но из этих 20 Вы видите Сработало 13 То есть 13 продалось И 7 в остатке еще осталось Сейчас посмотрим Продастся или нет Сейчас у меня будет 40 лотов продано Вот все Сработало Видим да Сейчас 40 лотов продано Соответственно Я вот эту вот заявочку Сейчас буду менять На 40 лотов Боюсь что уже менять Нечего будет сейчас Так Заявочка меняется Вот здесь Которая из них Наверное последняя Ну да Так она сработала Уже менять нечего Ну что Идем вниз Ставлю только Тейк профит на продажу Нет все таки Она идет вниз Я продаю Ставлю Заявка не мешает продаже Все Продал Минус 40 снова Так это я убрал заявку Которую только что поставил На будущее просто Отложил Сейчас будем ставить Стоп заявку на покупку У меня уже 40 лотов Продал Продал Так Продал Минус 41 Продал Ситуация такая, прибыли опять нет Вот эта заявка раз-раз, она съела всю прибыль Сейчас я ускоряюсь Ситуация такая, прибыль Напоминаю, что сейчас 40 лотов Так, я опустил не ту заявку А сейчас кто? Да, сейчас кто? Эту я ставлю на место Вот так Так, жена меня позвала в магазин Я оставился в том состоянии Вот у нас было Сейчас я покажу Вот у нас было куплено 40 штук Здесь 40 штук продались Так, 13 плюс 11 Это будет 24 25, 26, 27, 28 Да, 40 штук продались Здесь мне непонятно, почему 20 купилось И когда они купились Не знаю Вот, короче 40 штук продались Минус 20 сейчас И вот они упали Сейчас, ну по идее Вот она должна подниматься Сейчас я зафиксирую прибыль просто 73, 60 20 штук Лимитированной заявкой Так Вот так Все Давайте еще штучек 40 Поставим на покупку Нехватка средств Значит 20 Смотрим сюда Давайте пробуем еще 20 поставить 15 А 20? Не, не дает Давайте еще 10 туда поставим Для круглого счета Вот так На текущий момент Ну получается, что заработали 2800 рублей Где-то, потому что было Минус 2800 Сейчас Минус 735 Ну 2000 где-то Так, ну сейчас 30 штук Сейчас ставим заявку на Продажу Потому что вдруг она вниз пойдет Вряд ли, конечно 30 штук До отмены Я поставлю 73, 75 Или 70 Все Р normale сейчас посмотрим не идет ли поворот тренда ой совсем узенько ну пока возникам месте мы и торгуемся похоже что закрыл ну что друзья вот сейчас уже через полчаса закончится день я тут и отлучался и разные моменты были вот видите сколько сделок я совершил в таком режиме сейчас очередная вот совершается на на 30 продаю ну посмотрите прибыль по нефти все-таки 2492 рубля было минус 2400 ну соответственно вариационная маржа 2637 прибыль дня 1261 она была отрицательна ну вот такой итог все-таки что-то удалось заработать вот именно вот такими простыми заявочками и за счет чего за счет того что просто боковой тренд ничего не происходит с нефтью сегодня вот так вот ну собственно говоря вот такой итог трейдинга за день плюс было минус 2600 стало плюс 2600 ну прибыль дня небольшая кто заработал точно так это брокер комиссия 1192 рубля приблизительная на самом деле комиссия будет меньше потому что у меня комиссия ниже за счет объемов здесь комиссия пишется приблизительная она не точная вот вот такой итог ну а если вы хотите точно также научиться то курс не биржа для чайников а опционы он именно для вас потому что именно там я рассказываю про срочный рынок и здесь вы видите вот эти вот стратегии если вы пройдете курс по опционам то вы будете знать об этом все в общем сказать о том что здесь происходит и как это делается ну а вот данное видео для тех кто ну сам уже понимает очень многое очень многие люди понимают просили люди показать и и я показываю ну все спасибо и значит лайк подписка и до встречи с вами был демитков юрий